здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любаньи а значит у нас с Колей в гостях на нашей кухне сегодня я буду готовить так сказать вкусный завтрак который может быть и ужином вкусные такие будем говорить сырные оладушки или оладушки с сыром ленивые хачапури название может быть разные главное что это очень вкусно но для начала я как спрашиваю я не забыла Коля ты с нами да Любаня с вами я сегодня даже готов сделать за тебя всю твою работу какую любую но мысленно это тоже помощь согласитесь дорогие мои значит приступаем пока ничего не остыло кефир должен быть такой теплый не комнатной температуры а даже немножечко теплее я подогревала вот он 400 миллилитров такой кефирчик подгулявший слегка сюда добавляю 100 миллилитров теплой водички дорогие мои знаю спросите для чего не знаю так меня учили так я делаю раз научили все сюда же добавляю столовую ложечку сахара но без горки такую это для цвета и для вкуса конечно потому что кефир кисловатый дальше одно яйцо 1 чайная ложечка соли без горки здесь уже и 1 чайная ложечка такая не полная куркумы для чего куркума потому как видите яйцо очень бледное такое желтовато а хочется чтобы тесто было такое красивое желтого цвета отправляем и сейчас венчиком хорошенько все перемешиваю итак перемешала обратите внимание какое желтенькое красивенькое тесто теперь отправляю 100 грамм сыр натертый на крупную терку и немножечко зелени укроп и лучка совсем чуть-чуть наверное по столовой ложечке добавляю сюда и хорошенько все перемешиваю ну что подруга худеем худеем я уже кефира приготовила о классно давай из него на печем оладью точно дорогие мы вот так перемешала теперь обратите внимание мука у меня просеянная потому просеивать уже не буду значит здесь 500 грамм но я вам скажу сколько пойдет возможно пойдет меньше должно быть такое густое тесто добавляю частями но я обратите внимание вот сейчас отправлю две ложечки и венчиком перемешаю вот теперь я отправляю еще две ложечки коля никуда не отходи вижу уже срываешься еще две ложечки сюда добавляем чайную ложечку соды прям на муку и теперь опять хорошенько это все перемешиваем будем ждать или ну я не надо ждать давайте мы подождем я сделаю покажу и так обратите внимание вот такое густое тесто вот я замесила видите вот очень значит пошло 4 эти вот вот такой густючий вот должно быть вот я его перемешала все больше трогать не буду значит оставим тесто дадим отдохнуть буквально 5-10 минут не более а потом будем жарить а пока ждем я все покажу кстати значит муки пошло 400 грамм и так дорогие мои сковородочка разогрелась ложечку намочила в растительное масло как хотите можете воду значит тесто не трогаем я уже несколько раз рассказывала набираем ложкой и отправляем на сковороду делаем такие пышненькие не маленькие дорогие мои вот такие видите должны быть плюс они обязательно еще поднимутся и так выкладываем все можем умакивать в растительное масло но тесто не трогаем ни в коем случае не перемешиваем ждем я вам все покажу и так обратите внимание сколько масла масло должно быть приличненько значит когда наши оладушки уже обжарили с одной стороны вот смотрите переворачиваем на другую сторону можно 2 ложечкой можно как вам удобно можно вилочку протереть и цеплять это уже это уже как вам удобно так вы дорогие мои и делайте оладушки супер огонь меньше среднего накрываем крышечкой вторую часть делаем когда перевернули делаем огонь еще меньше и жарим до готовности а пока ждем итак дорогие мои наши оладушки сырные очень вкусные буквально за 10 минут пожарила 10 минут чтобы это все заместить даже меньше и ну там постояли немножечко и 10 минут пожарить такой вкуснятина скажу сразу что вкусно пышные сочные очень 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 смотрите и красиво вот они воздушные обратите внимание видите зелени если хотите можете добавлять больше меньше это по вашему вкусу сыра тоже кому сколько нравится главное что вот они такие вот смотрите видите какие пышные внутри еще парят и очень вкусные поверьте мне я уже пробовала мы съели уже три штучки поля пробовал дорогие мы просто он пробовал вне камеры поля шо ты молчишь я люблю оладьи особенно из мяса это будут не оладьи это будут как-то отбивные это раз во второе во второе во второе а по второму случаю хочу сказать дорогие мои спрашивайте ленивые беляши будут немножечко позже потому что теперь все будет очень вкусно очень-очень все показала пышно вкусно ароматно зелени добавляйте по вашему вкусу ароматные всякие травы что вы любите бабушка испекла такие вкусные оладьи что внук ел и стонал это тебя касается я уже ладьи заканчивается ты я никак не наемся дорогие мои обращаю ваше внимание что оладьи когда пожарите выставляйте вот так бочком специально вам показала потому что они такие пышные вот и мягусеньки видите вот она она видно что они прям такие все воздушные если вы будете слажены друг на дружку они немножечко как при прессуются но вкус от этого не изменится это точно ну что ж рецептом поделилась кушать приготовила сейчас своих покормлю а вы заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайки если не жалко пишите комментарии а самое главное будьте все здоровы будьте все счастливы мирного неба и вам и нам и всему всему миру мы вас всех обнимаем и всегда ждем до свидания